привет меня зовут дмитрий мы играем с тобой сегодня в самую дальнюю границу именно так переводится название этой игры это у нас с тобой песочница градостроительный симулятор возможно очень интересный поэтому нажмем с тобой в новое поселение первопроходцем пойдем потому что ну потому что что значит враги враги врагов не будет что ли ли что что такое прочерк враги 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 ну возможно они будут давай просто просто начнем возможно будут враги просто здесь прочерк стоит а плюсик это значит что и будет слишком много это четко невзгоды случаются везде но на родной земле у нас не было и надежды на лучшую жизнь в голодные годы правители забирали ту же долю урожая что и всегда оставляя наши дети без хлеба а если у кого-то вы появлялись сбережения тут же появлялся сборщик налогов и требовал отдать эти монеты во имя короны пока на летчики разоряли наши деревья знать пряталась в стенах своих неприступных замков и не делала ничего чтобы помочь простому люду и наконец мы решили что пора уйти лучше попытать счастье на чужбе и найти новый дом чем сгинуть от голода на родине суровое путешествие несло жизни многих в этих диких краях мы начнем жизнь с чистого листа и будем с вами распоряжаться своей судьбой вот такой вот у нас с тобой вступление хотел сказать что это версия 0 какая-то там чего-то там 07 что ли 05 07 и короче неважно это еще при при релизная короче версия и релиз не знаю когда будет потому что скорее всего здесь много каких недоработок есть мы с тобой играем все-таки в первый раз в эту игру сейчас мы об этом узнаем есть тут недоработки или нет возможно просто разработчик льстит сам себе и говорит что нет блин мы сделаем самую лучшую игру но ты пока поиграй вот в это и помучися телеги позволяет эффективнее собирать и перевозить ресурсы из отдаленных лагерей рабочих и шахт короче телеги нам помогут телеги наши все так наверное назовем с тобой эту серию если они нам реально будут помогать если мы до них даже не дойдем сегодня значит мы так не будем называть серию логично логично игрушка игрушка эта серия этой игры выйдет минут на 25 максимум 30 мы просто попробуем в нее поиграть ты напишешь в комментариях как она зачем она и естественно напишу комментариях что вообще стоит посмотреть какую игрушку поиграть стоит потому что ой я зря нажал на кнопочку да зря 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 эта игра сейчас у меня запущена с жесткого диска поэтому блять я надеюсь что не будет очень сильно тормозить мы изучили окрестности осмотрите местность которую исследовали ваши поселенцы выберите подходящее место для строительства центра города важно выбрать место рядом с ресурсами которые понадобятся для строительства поселения ищите глину железную руду и источники пищи хорошо ланечка давай вот тут вот соорудимся да у меня вариантов много что ли хочешь тут построить или не хочешь угу нехватка жилья нехватка дров так игра ты как-нибудь советуй мне хоть что мне нужно здесь делать навести камеру на деревню профессии жителей ресурсов хранилище меню построек сбор ресурсов так чуваки начали что-то делать у меня 12 человек и не одно некому где-то жить производство пищи произведено съедено белок зерно овощи фрукты и все такое так это что такое так нехватка дров без дров некоторые производители ой 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 как я лупанул то по микрофону сейчас да без дров некоторые производственные постройки прекратят работу а люди будут умирать от холода зимой здесь зимы пока нет следите чтобы на дровяном дворе было достаточно работников и древесины если дров не хватает построить больше дровяных дворов нехватка жилья постройте больше жилищ чтобы защитить людей от пагубного влияния погоды хорошо нам нужно с тобой открыть бэшку жилье а я построить даже жилье не могу вот тебе здрасте а как быть типа ну правда а из чего его строить то ну а необходимые ресурсы это стройплощадка центр города центр города только строится поэтому без центра города скорее всего ни хрена мы не сделаем можно ускорить можно ты гляди так а где скорость то и меняется вон она где меняется трешку четверку четверка один два один три три короче на трешку поставлю пусть собирают строительство идет сейчас построят и тогда нужно будет вокруг обстраивать так сказать что это такое бревна бревен нет ёптой мать ну вот собирай ресурсы вот отсюда сколько там нужно восемнадцать собирать ресурсы вон оттуда ребятки давайте чё вы как эти вам жить хочется или что собрать ресурсы собираем ресурсы отовсюду собираем бревна тащим бревна в центр города и строим центр города ну соответственно как бы как иначе то нехватка жилья нехватка дров ты давай мне нехватку дров свою не это зубни не заговаривай мы сейчас все сделаем у нас уже есть хватка дров все все всего хватает идет строительство что это такое добавить убрать работников больше ничего не нужно центр города готов теперь мы нажимаем на бэшку нажимаем на жилье естественно построенный на скорую руку дом предоставляющий укрытие от суровых погодных условий однако для защиты от морозов жителям потребуется дрова соответственно естественно да как иначе то так центр города уровня что так посветлело а это типа где я могу построить ну смотри жилые дома так а как вращать постройку на таб вот тебе здрасте на таб вращать постройки это же как то так придумал а почему не наискосок стоят так избы мы с тобой влепим вот так вот ээээ Нет, вот так вот. Можно сказать, центр города будет. Сколько там человек может жить? Мало, видимо, потому что что-то как-то здесь прям вообще это. Вырубаем вот это вот всё. Можно выбрать целую кучу, чтобы они это вырубили? Стены, очистить, сбор ресурсов вот отсюда. Давай, сбор ресурсов, погнали. Вот это не захватил, что ли? Правда, не захватил. У этой постройки нет доступа к источнику чистой воды. Постройте колодец поблизости. Так, мы сейчас забубеним вот сюда. Ну-ка, собрать ресурсы. Забубеним вот здесь вот, короче, двор целый, постоялый. Короче, вот здесь вот будет ещё два дома. И вот здесь, возможно, ещё два дома. А вот внутри, в пятаке в этом, будет стоять колодец. Потому что нет дров в этой постройке. Сейчас будут дрова, подожди. Возможно, здесь потребуется ещё поставить какую-нибудь, не знаю, эту дровницу, чтобы она там стояла, хранила эти дрова. Не знаю пока ещё, подожди. Так, дров не хватает. Так, это чё такое? Нехватка жилья. Это опять не хватает им жилья. А сколько нужно-то им? Сколько жилья им надо? Сколько один вмещает? Погоди, времечко помедленней. Так, текущий уровень, повышенный бонус. К счастью, от привлекательности. Так, жильцы, четыре жильца, получается, живёт в одном доме. У меня их двенадцать. Соответственно, нужно ещё два дома. Вообще, один дом хватит, одного дома хватит. Но мы сделаем два. Хотя зачем? Давай тогда влепим вот сюда дом ещё один. Погоди, где тут? Это я чё сейчас? Это я их налепил. Куда они выходят все? А где выход? Где выход из этих домов? А, они выходят во куда? Вот тебе здрасте. А я не подумал даже. А я и не подумал. Ну ладно. Мы сейчас с тобой сделаем вот так. Или так и да. Что такое-то, блядь? Что-то ещё какой-то дом странный. По-моему, тени такие. Давай поставим вот сюда. Да? Или нет? Во! Вот так поставим. А почему вот этот дом так стоит криво? Куда он смотрит? Почему вот этот дом поставил сюда? Ладно. Мы не будем об этом даже задумываться сейчас. Так. Вот эти чуваки что-то копают. Что они копают? Они какие-то грустные все здесь. И еле-еле-еле копошатся. Еле копошатся, потому что я скорость убавил, блядь. Вот что они еле копошатся-то. Ребятки, давайте собираем ресурсы. Блин. Блин, ну криво поставил-то, ну. Хотя какая разница? Это же деревня. Обезвоживание поражает посел... Тюхуты, слышь? Поселенец. Новые люди хотят жить в вашем поселении. Новые люди готовы приехать и жить в вашем поселении. Заготовьте пищу на 4 месяца и доведите число домов до 6. Офигеть. Вот это я, конечно, молодец. Так. Ресурсы. Колодец. Колодец. Колодец, знаешь, что будет делать? Колодец будет стоять вот здесь. Колодец будет стоять вот тут. Так, нужно что? Камни, камни. Где камни-то взять? Во. Вот тебе камень. Собрать ресурсы. Не слишком далеко я его отправил, нет? Наверное, нет. Беги. Что это такое? А, ну это... Это все из-за того, что он... Пить хочет. А пить ты не будешь, пока колодец не построишь, дружище. Нехватка дров. Пошла, 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 пошла. Ты смотри, как быстро она идет. Какая нехватка дров у меня? 22 вон. В этой постройке нет дров. Да почему нет дров-то? А как... Как сделать так, чтобы они там были? Никакого обучения. Ничего здесь. Нет никакого этого самого. Так, давай посмотрим. Дровница. Здесь производится дрова, используемая в качестве топлива для производственной постройки, для отопления домов. Короче. Пара-па-пам. Давай дровницу вот сюда вот забубеним. Потому что... Потому что, знаешь почему? Потому что... Просто потому что она здесь должна быть. Привлекательность мы, конечно, портить не хотим. Пускай вот тут вот этот дровница стоит. Говорю, дровница, пусть вот тут стоит этот. Угу. Да нет, вот так. А я два поставил, что ли? Ну. Не-не-не-не-не-не-не. Как ее снести-то? Удалить строй... Конечно, да. Удалей. Так, ну и поехали, собственно. Сейчас все будет. И нехватки дров лишь... Блядь. Дошла до конца. Сейчас будут люди, которые будут очень сильно расстроены из-за того, что нет дров. Но мы с тобой знаем, что мы его исправим. Эту всю эту ситуацию глупую. Камушки все принесли? Нет? По одному камню, что ли, носит? Так, это что такое? Давай, четверо человек будет строить сейчас колодец. Да, они не успеют даже прийти. Тут один все построил. Какой молодец. Так, что это такое? Этот колодец пересох. Постройте больше колодцев или улучшите. Уже существует, чтобы увеличить. Чтобы увеличить. Вот тебе здрасте. Колодец пересох. А как он успел пересохнуть, если ты его только что выкопал? Поселенец выздоровел. Молодец какой. Птичье гнездо. Так, с дровами. С дровами нужно что-то делать. Они запасают дрова сами или нет? Или мне как-то нужно это дело самому туда переносить? Как этот менеджмент устроит здесь? Логистика вот эта вот вся. Колодец пересох. Кстати, скоро осень уже. Ни еды, ни воды, ни хера. А, все. Дрова появились. Едем. Дальше. Бэшку нажимаем. Нажимаем на жилье. Соответственно, жилье у нас с тобой в центре города, можно сказать, отменное. Почему-то опять наискосок ставится, видишь? Вот здесь ставится нормально. Здесь ставилось нормально. Вот, видишь, вот так? С выходом сюда. А здесь не ставится вот так. Здесь ставится вот так. Погоди, мне нужно напротив него поставить. Ну, чтобы цеплял колодец. Вот так влеплю. Так. Колодец. Колодцев нужно аж целых... Что, вода 24 ведра, что ли? Офигеть. Вот это новости. И затопились. Все, нехватка дров пошла. Пошла нехватка дров. Но у нас тут лесов, смотри, вагон просто. Так что мы с тобой сейчас сделаем вот так. Сбор ресурсов на аж. Все, вырубайте леса. Давайте, ребятки. Вырубайте леса, стройте дома, стройте все, что можно здесь строить. Камни собирайте. Так, нужно, наверное, построить какую-то, типа, ресурсы. Ресурсы. Лагерь рабочих. Не, мне нужно что-то, типа, знаешь... Кладбище? Не, подожди, кладбище рано. Нужно что-то, типа... Как его называется? Ангара, что ли? Хранилище, во. Склад. Для стройматериалов, бревен, камни и досок. Телега для хранения. А телега зачем мне для хранения? Телега... Не, блин, телега это не здорово. Так, мы с тобой строим вот здесь вот хранилище. На заднем дворе у центра города. Давайте, все бегают, все радостные. Счастье ползет вверх, я так понимаю, да? Уровень счастья поселенца наверху. У меня... Есть, где хранить... Ой, где хранить... Где хранить людей, хотел сказать. Где... Жить людям. Что это за кнопочка? Ресурс в хранилище. Профессии жителей. Навести камеру на деревню. Так, давай построим еще... Ой, не то. Давай построим еще производство пищи. Охотничья хижина. Будут отправляться за дичью на охоте. Поселенцы добывают мясо и шкуры. Домик собирателей. Здесь собиратели хранят ресурсы, найденные в окрестностях поселения. Можно поручить сбор фруктов, полезных для предотвращения цинги или трав, необходимых для создания лекарств. Рыбацкая хижина. У меня здесь даже водоемов, по-моему, нет рядышком, да? Вообще здесь ничего нет. Здесь можно только действительно построить какое-нибудь поле. Поле это здорово, но сейчас зима начнется. Какое же здесь поле-то? Охотничью хижину, конечно. Давай вот влепим ее вот сюда. Пускай охотник здесь ходит. Расчистить этот стройплощадок, прежде чем можно будет начать строительство. Так, подожди-ка. То есть он строит везде, где может. А вот... Потом... Что такое? Человечки синие бегают. А потом ты должен расчистить территорию. То есть ты изначально можешь заложить, так сказать, постройками окрестность. А потом расчищать уже эту окрестность для того, чтобы эти постройки были возведены непосредственно. Я понял. Мы с тобой. Сейчас. Ждем просто чего-то. Чего-то ждем. Так, это что такое? Заболел, прикован к постели. Нехватка дров, опять же. Какая-то нехватка дров. У нас с тобой. Все хорошо. У нас с тобой есть бревна. Что такое? Какая нехватка дров. Они там вон рубят и рубят, рубят и рубят. Какая же может быть нехватка дров? Насколько же ее не хватает-то? Без дров некоторые производственные постройки прекратят работу, а люди будут умирать от холода зимой. Следите, чтобы на дровяном дворе было достаточно работников и древесины. Если дров не хватает, построите больше дровяных дров... 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 Дровяных дворов. Так, давай сюда второго влепим. Человека. Два поселенца новых пришло. У нас уже 14 вместо 12. Вода здесь появилась. Ее хватает. Ее хватает для того, чтобы наши поселенцы не умерли от жажды. Чтобы обеспечить, так сказать, все эти четыре дома. И наших 14 поселенцев. Так, здесь у нас что, песчаный карьер получается? Песчаный карьер нам еще рановат. Значки побольше бы здесь были, вообще было бы отлично. Можно как-нибудь настройки тыкнуть? Интерфейс и... Не, размер интерфейса вот этот, он... Вот так я бы сделал размер интерфейса. И размер бы... Вот этих вот значочков я побольше сделал. Вообще очень маленькие. Их непонятно, что это такое-то. Пока не приблизишь, не посмотришь и не узнаешь. Или навестись над боярышник. Вот откуда я знать должен, боярышник там или нет. Мы с тобой уже, кстати, почти... Не полчаса, конечно, но 20 минут уже играем. Ты представляешь? 20 минут. Я, конечно, повырезаю, может быть, что-то. Хотя, что тут вырезать? Мы с тобой вроде как сидим, играем. Снег пошел. Едите колотить. Ну, они тут рубят эти деревья месяцами просто. Мы, может, зиму даже переживем первую. О, бегают, о, бегают как. А колодец-то замерзнет зимой, нет? Ну, вроде как не мерзнет. Вроде как все хорошо. Даже мясо есть. Запас еды. Так, что это такое? Собрать ресурсы, говорю же ведь. А, я убрать цель, наверное, нажал. Так, вот этот мужичок бежал туда и бежал обратно. Бежит опять туда. Еще один бежит. Ладно. Сейчас они соберут и построят хижину этого лесника. Который будет охотиться. Здесь должны быть все, кто только может. Зачем ты относишь-то? Принеси сюда эти бревна, которые ты только что здесь выпилил. Нехватка пищи. Если не пополнить запасность пищи, людей ждет голодная смерть. Это очень грустно, конечно. А что могу сделать? Пока рано. Пока рано об этом говорить вообще. У нас два мяса куска осталось. Два куска мяса осталось. Все. Вы таким темпами, ребят, сдохните. Серьезно. Куда вы все убежали-то? Куда вы все убежали? Почему вы все убежали? Один вон какой-то труженик хотел бы сказать. Хотел назвать его тружеником, а он взял и убежал. Опа. Все как выбежали. Ночью какая была. Ёпта мать. Тут что, волки еще бывают? Прям вообще глушь. Все. Прям вообще темнота осталась. Наступать прям такими, знаешь, темпами. И все. Сейчас волки на нас будут нападать. Есть нас. Так. Вот здесь вот. Хотелось бы второго. Бездельничать. Пополнять запасами жилищ. Слышь? Этен. Этен. Охотник. Начинается второй год. О, смотри-ка. Я первый год пережил. А теперь можно, кстати, поля сделать. Теперь можно сделать поля. Вот тут вот полями можно все засадить. На башку нажимаем. На поля нажимаем. И вот здесь где-нибудь. Вот здесь разделываем поле. Ну, они сами, в принципе, все расчистят, потому что они умные, малые-то. Ребятки-то, знаешь, не глупые совсем. Они здесь не первый день уже, так сказать, живут. Окрестности все знают. И знают, что надо порубить, что не порубить. Сейчас полями все заделаем. Будем и строить, и охотиться, и с голоду умирать, походу. Потому что что-то там еды вообще никакой нет. Что-то копченого мяса 21. Что он говорит, что нет-то его? Насколько месяцев хватит пищи? В общем, хранилище. А-а-а. Вон оно куда дело. Сколько? Чего? Три двести шестьдесят четыре. Сколько лет они его возделывать-то будут? Если они так по 70, по 60 будут убирать, то это вообще кошмар. Так, ты, дружище, давай. Так, что у нас тут с тобой? Съедено очень много. Испортилось тоже что-то. Зеленое произведено. Ничего не произведено. Съедено до хрена, произведено ни хрена. Блин, очень грустно. Так, дружище. Ты что-нибудь вообще это самое делаешь, не? Хотелось бы, чтобы ты это старался, хоть чуть-чуть кого-нибудь поймал бы. Давай, иди, собирай. Работай. Охотиться. Что-то ты как-то очень, так, это, нехотя охотишься. Ты, блин, да есть нечего тебе будет, если ты будешь так охотиться. Так, смотри. Импорт, экспорт. Произведено овощи, фрукты, зерно. Почему он так плохо охотится? Давай мы с тобой определимся. Выбрать рабочую область. Погнал. Иди, охоться. Дружок-пирожок. Я в тебя поставил сюда специально, чтобы ты тут охотился. Куст черники, ты гляди-ка. Тут можно вообще тут, блин, собирай, не хочу. Охотись хоть на чернику. Так, еды-то у нас вообще ни хера, да? Опа. Едят уже меньше. А знаешь почему? Потому что еды не осталось ни хера. Вот почему. Едят меньше, действительно. Так, давай определимся, как здесь можно еще... Так, погоди. Порча пищи очень плохо все здесь. Нам нужно с тобой домик собирателей поставить. Вот тут... Можно поставить домик собирателей. Пускай собирает здесь. Потому что здесь вон в вагон всего можно собирать. И диких трав можно, и грибное место, и черника, и ежевика, и брусника, и малина. И вообще все, что можно. Может только захотеть человек. Нехватка пищи. Да я понимаю, что нехватка пищи. А что делать-то? Как иначе-то? Не буду увеличивать количество людей. Пускай они тут это... Пускай решают, как хотят. Это что такое? Бревно. Здрасте. Ну что, места что ли не хватает? Их можно собирать, чтобы... Собиратели употребляют... Ой, употребляют. Собиратели собирают эти яйца. Так, вот этот гражданин хоть что-нибудь наохотил, нет? Что-то я, походу, вообще и от него выхлоп никакого не найду, да? Базовые нужды. Пища. Сводка о состоянии. Работа 7-9. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Хранилище 6 копченого мяса. У него есть, это очень здорово. По-моему... По-моему, он меня обманывает. У него нет ничего. В этой постройке нет пищи. Да ни у кого нет пищи сейчас. Вообще сейчас год тяжелый очень. Так, давай... Вот так вот сделаем. Сейчас насобирают. И сюда какого-нибудь еще одного поставим. Нельзя еще одного влепить. Ну все, едат пошла вверх. Должна пойти вверх. Я на это очень надеюсь просто, знаешь. Это грустно будет, если мы с тобой ничего не произведем. Дизентерия поражает... Чего какая дизентерия-то? Мы сейчас это самое умрем так. Дизентерии. Руки надо было мыть. Колодцы вот воды за глаза. Вот это вот здорово. Эти ходят там, пытаются... Скопать огород. Они уже полгода его копают. Хочу заметить, блядь. И что-то очень долго делают это. Может, людей сюда пригласить побольше? А больше нельзя. Можно только пятерых. И как быть? А никак не быть. Надо просто ждать, наверное. Да, они целый год его вспахивать будут. Надо было с зимой это делать. Две тысячи. Было три двести. Или три три. Короче, не важно, сколько было. Важно, что они только тысячу сделали. Дрова рубят. Дрова есть. Еды нет. Нехватка пищи. Да я понимаю, что нехватка пищи. А что делать-то? Ой. Нифига себе. А вот так даже удобнее. Плодородность. Это я, типа, самое неплодородное место, что я выбрал? Ой, молодец. Так. Ну, не умной сделал. Ладно, я не научился пока еще играть. Нет, я хочу узнать, сколько еды. Чуть-чуть произведено. Серьезно. Надо еще домик собирать. Или что-то поставить. Нет, подожди. Вот сюда вот надо нажать. Домик собирателей. Давай вот сюда вот еще один домик собирателей влепим. Нерезонно, конечно, сюда было его ставить. Это вот домик собирателей. Потому что он будет все равно вот сюда ходить. Из-за того, что... Из-за того, что... Из-за того, что там все это... Все там находится. Поселенец выздоровел. Молодец какой. Сейчас они, короче, не особо радуются. Я вот еще смотрю. Вообще не радуются. Но домик собирателей построили. Молодцы. Выбрать. Вот так вот выберу. Пускай бежит, собирает. Уже снег пошел. Серьезно. Какой снег? А, это листья посыпались. Сегодня холодно. Слабый бриз. У нас грибы только есть. Вот что у нас есть. Даже на месяц не хватит еды. Ты понимаешь или нет? Охотник-то херли там охотится. На кого он охотится-то? Может его куда-нибудь в другое место посадить? Как вообще ему... Что такое? Охотники давно не находили дичь. Возможно, стоит переместить их рабочую область в другое место. А куда? В какое место-то? Отсюда охотники будут отправляться за дичью. На охоте поселенцы забывают мясо шкурой. Инструмент необходим. Бонус улучшения. А как правильно сделать это? Где здесь вообще есть животные? Хочу спросить. Почему здесь нигде не написано, где живут какие-нибудь хотя бы кроты? Блин, я не знаю, ну хоть кого-нибудь убить. Нам еды-то не хватает. Мы же умрем здесь. Пойдем вот сюда. Пускай идет сюда. Нехватка пищи. Да хватка пищи, у нас все хорошо с пищей-то. А вон собирает только так. Хотя надо было все-таки домик собирать или-то и побольше построить. Производство, конечно, поперло, но мы жрем больше гораздо, чем... Чем я думаю. Так, косарик остался. Уже радует. Косарик остался. Блин, они ж трудятся, им же хочется поесть. Им просто хочется поесть. А еды-то нет ни хера. Давай сделаю вот так вот кое-что. Вот так вот я сделаю сейчас. Ой-ой-ой. Чтоб ты видел, что я там делаю вообще. А то же я тебя тыкаю на кнопочки-то, а ты не понимаешь. Вот. Эти дрова рубят. Эти вроде при делах. Как посмотреть, кто бездельничает. А видать, никак. Так, украдены, не украдены косарь. Меньше косаря сейчас останется. Да, отлично. Так, этот товарищ пошел. Собирать-то нет? Дичь. И ровно как-то дичь это собирает. Может, и нет ее здесь вообще? Грибное место. Может, давай вот сюда вот еще один домик с собирателя построю. Ну, потому что, блин, ну а че они? Собиратели хотя бы собирают что-то. Уголек. Здрасте, приехали. Девять травы. Грибное место двадцать пять. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па. Так, еды у меня... Че у меня? Грибов нет, нихера нет. Че они собирают, непонятно. Мы умрем сейчас от голодной смерти. Вот че я тебе скажу. Воды тоже рядом нихрена нет. Потому что... Потому что ее нет здесь. Это че такое? Птичье гнездо. Птичье гнездо, конечно, здорово. Но оно мне сейчас вообще не упирается. Ни дичи, ничего нет. Дикие травы, уголь, железная руда, грибное место. Дикие травы, дикие травы и песчаный этот карьер. Так, мы с тобой. Вот этому гражданину. А, ну этот гражданин знает куда бежать. Потому что... Потому что вот, типа, место. Грибов много, этого много. Всего много. Толку-то от того, что много, если нет ни хрена вообще. Предмет в поселении. У меня есть травы много. Травой не наешься, хочу заметить. Ресурс в хранилище. Еды нет, понимаешь? Вот че я хочу сказать. Еды нет вообще. Они просто сейчас сидят и ничего не делают. Так вот это что это такое? Вот это кто? Инструменты. Ягоды, птицы. Перенести паст... Все, сдох. Еб твою мать. Умерли от голода. Вот и все. Вот и приехали. Ну вот все на твоей совести, дурачок. Не наловил никого. Вот и все помирают. Но зато людей поменьше будет. Они сейчас все так умрут. Они сейчас все так умрут. Из-за того, что... Из-за того, что... Из-за того, что... Ой. У меня, кстати, не фризит. На записи прям фризит. Я вообще не знаю, почему так. Обидно, знаешь че? Обидно, знаешь че? Потому что вроде как бы что-то делаешь. Что-то сделал. Но оно ни хрена так не работает. Тут надо прям как-то думать, что ли. Выносить своих мертвецов. Гниющие трупы людей будут привлекать крысы. Способствовать распространению болезней. Отведите территорию под кладбище. Конфирм. Еб твою мать. Все, кладбище надо строить. Четверо умерло. Еб твою мать. Вот тебе здрасте. Так, ну ладно, давай кладбище хоть сделаем. Третий год начинается так, лето, жара, песок. Можно собирать снова, как ее называют. Можно снова собирать всю вот эту вот ерунду. Пусть ходят, собирают. Пусть ходят, собирают. А мы кладбище с тобой построим. Я думаю, что... Что? Знаешь что? Услуги. Кладбище. Вот кладбище будет вот здесь. И оно будет вот... Ох, как много тут людей нужно. 200. Ладно, давай 200. Просто самое обидное, что... Я не понял сначала, что нужно сделать. Игра как-то доносит до тебя очень-очень медленно. По крайней мере, до меня донесла как-то очень медленно. Из-за того, что я... Туго доходит до меня. Вот что. И я не особо понял, что нужно делать. Нехватка пищи. Вот они сейчас опять себе попадохнут, блядь. Опять поселение сумер от голода. У меня осталось 6 человек из 16. А, не из 16, а из каких-то из 14. Да, у меня вроде 14 было. Блядь, хоть помидоры собирай. Ну, в конце концов, хоть что-нибудь-то. Ну. Что-то так медленно собираешь. Во, блядь. Еды-то больше не остается. Эти самые, слышишь? Тетя, дядя, так как... Кто вы? Где вы? Где там эти собиратели-то? Хижина, не хижина. Вот это вот. Вот собирай. Вот 21 яйцо. Неси. 21 яйцо. Беги да собирай. Но мне кажется, что мы все равно сейчас это самое... Нихрена не вывезем. Нихрена у нас с тобой не получится. И все умрут. Осталось 6 человек буквально. Тут ни поле никто не вспашет. Ни на охоте никто. И ничего не соберут. Вот и все. Ну да, здесь даже работать некому, потому что все поумирали. А остались кто? Остались... Три взрослых, три подростка. Вот тебе здрасте. Ну, дров, наверное, столько нам не нужно. Дров у меня 540-70. А сейчас топить некому будет. Точнее, нечего будет и незачем. Потому что все умрут. Да. Грустная какая-то история получилась. А мы с тобой заканчиваем на этом. Потому что смысла дальше... Нет. Наверное, какая-то грустная мертвая деревня получилась. И тележкой мы никак не будем называть... Телега наша все. Это будет не название нашего ролика. Точнее, это не будет названием нашего ролика. Названием нашего ролика будет... Мертвая деревня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. И увидимся в следующей серии, возможно. А, возможно, в других видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.